Дорогие отдыхающие, приглашаю вас на увлекательные, незабываемые экскурсии по Большому Сочи, Олимпийскую поляну, 33 водопада. Подобные экскурсионные киоски, откуда звучат предложения, отправятся в увлекательное путешествие на десятки объектов курорта, расположенные чуть ли не на каждом шагу. Мало кто из отдыхающих задумывается о том, что может приобрести билет у предпринимателя, ведущего незаконную деятельность. А ведь найти его и потребовать компенсацию, в случае чего, будет очень сложно. Чтобы официально вести туристско-экскурсионную деятельность, необходимо выиграть тендер. И в этом году легальных киосков по всему Сочи – 369. Комиссия по регулированию туристско-экскурсионной деятельности породился конкурс. 29 апреля этого года были объявлены победители этого конкурса. Хозяйственным субъектам раздали свидетельство о праве размещения на муниципальной территории, после чего индивидуальные предприниматели и организации выставили свои инстанциональные объекты для реализации туристско-экскурсионных услуг. С начала курортного сезона стартовали проверки. Мониторинг по выявлению киосков, у хозяев которых нет свидетельства на реализацию экскурсионных услуг, проводился управлением по курортному делу и туризму. Нелегальным предпринимателям выписывали протоколы об административном нарушении, а все материалы передавали правоохранительным органам. Так, в ходе рейдов выявлено порядка 40 нарушителей. Этот киоск расположен возле пляжа Горный воздух в их числе. Как и в прошлый раз, документов у реализаторов не оказалось. На предпринимателя вновь был составлен административный протокол и передан на рассмотрение в районную комиссию, а сам киоск изъят до решения суда. Кроме того, хозяину ларька, возможно, придется выплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Такая же участь постигла еще четырех предпринимателей, чьи экскурсионные киоски, расположенные в Лоо, Хосте и Адлере, также были изъяты. Подобные рейды будут продолжаться до конца сезона и пройдут во всех районах города.